У каждого города должна быть своя жемчужина. Ну, жемчужиной комбинат назвать, естественно, трудно, и у Магнитогорска жемчужина располагается не в городе. Это озеро Банное. Точнее, не само Банное, а горнолыжный комплекс. Лучший из тех, что есть в малых горах России. А теперь и в этом ожерелье жемчужина в виде армянского ресторана добавилась. К чему столько разговоров о драгоценностях? Да к тому, что почему-то повелось, что пункты общественного питания на горнолыжках своими ценами не пугают. Это просто шиза. Чуть меньшее недоумение вызывают цены в Магнитогорских придорожных ресторанах. При этом они абсолютно неадекватны, зная, что хозяева там не в аренде, а землю купили за копейки. Ну, а теперь реальные цены и сногсшибательное меню. Все, кто едет на Банное, живет или отдыхает там, могут попробовать это все в ресторане комплекса Altenay. Этот комплекс первым вас встречает по старой дороге на Банное, тут надо направо повернуть, либо после катания или плавания, или в процессе вы сюда легко можете добраться. Здесь есть и развлекательная программа, и достойная обстановка, и VIP-зал. Но чего здесь нет, так это сумасшедших цен курортной зоны. Так что можно плотно и вкусно покушать, расслабиться или набраться сил. Отвлечься видом танца живота или шоу-программы, потанцевать и посвистеть, так это все дешево и просто. Ну, а мы сюда приехали за тем, чтобы отведать блюда с душой, приготовленные профессиональным армянским поваром. В его карьере были и лучшие рестораны Еревана, а вот сегодня лучший ресторан курортной зоны, как и Магнитогорска, впрочем, это ресторан комплекса Altenay. Магнитогорск – город мультинациональный. Здесь очень много людей работают. И для города Магнитогорска много чего делают. Есть и грузины, есть и армяне, есть и армянцы, есть и чеченцы. В общем, все те, кого я люблю, покрою. Потому что сам не совсем русский человек. Но в Магнитогорске вкусно покушать, к примеру, армянскую кухню. Вам вряд ли удастся, потому что, ну, как-то так получилось. Для того, чтобы покушать армянскую кухню, мы приехали сюда, на озеро Банное, комплекс Altenay. Здесь есть фирменный армянский ресторан. И мы вот в Турции в мае месяце были заплатили где-то 900 рублей на троих. И до этого я не видел такого изобилия за вот эту сумму. То есть, где вы видели вот такое овощное сорти за 100 рублей. Обычно это одна помидорка порезанная и один огурчик. И одна долечка сыра. Тоненько нарезанная. Вот. Честная и порядочная долма. Вот. Сейчас мне принесут еще кое-что. Вот. Хашлама. Естественно, символ Армении это арарат. Есть и такой салат. Толочный шашлык тоже. Да, вот толочный шашлык мне принесли. Это все, все, все. Это гораздо дешевле, чем 900 рублей. Потому что ну, такие веселые цены. И демократичные. Не свойственные курортной зоне. Ну, а чтобы вы больше в городе Магнитогорске шашлык не кушали из рыбы. Вот такая семга. Запеченная на углях. В фольге. 200 рублей. То есть, для того, чтобы поесть настоящую армянскую кухню, ехать в Ереван сейчас не надо. Хотя я бы, конечно, слетал. Очень красивый, говорят, город. И природа там тоже на все 100. На озеро бы Сиван посмотрел. Ну, да ладно. Давайте приступим и попробуем. Значит, овощное сортие, конечно, оставил бы на потом. Но вот какой-то сыр здесь специфический. Попробуем. Ммм, брынза. Настоящая брынза. Такую в городе вы не купите. О! Турция располагается рядом с Арменией. Так что, оливки есть и в Армении. Ел бы и ел бы эту брынзу. Тем более, есть на свежем воздухе. Ммм, видок тут просто обалденный. Но там горнолыжный центр. Так, чтобы не попутаться, попробуем баклажанчики. Блюдо, которое было не свойственно городу Магнитогорску еще 10 лет назад. Потому что мы ели помидоры. Что у нас баклажанчики фаршированы? Баклажанчики фаршированы сыром, майонезом и чесноком. Ну, то, что доктор прописал. Это обязательно дам. Попробую свою супругу. Она сейчас снимает. Она тоже делает баклажанчики. Только если вы закажете ее баклажанчики, это вам дорого обойдется. Потому что я их большей частью съедаю. И здесь такие же домашние, очень вкусные баклажанчики. И так попросили особое внимание за ретноценных. То есть, овощной ассорти 100, баклажаны 70. Ну, теперь немножко неправильно я сделал. Тарелочку можно было ставить. Ну, да ладно, потом. Блюдо исключительно армянское. Называется арарат. Это отварная зелень с чем? Метанно-сночный соус. Тут меня друг козлом недавно обозвал. Знаете, почему? Потому что зеленью я люблю. Петрушку могу прям ведром съесть. Теперь буду сюда приезжать. А надо заказывать. То, что надо. Если это еще сохранится до зелени. То есть, под Новый год отварная зелена. Представляете? Кузнятка. Ням-ням. В свое время в Прибалтике, в СССР я побывал. А когда смотрел Мимино, хотел очень поехать на Кавказ. Но не получилось. Дальше Краснодарского края не получилось. То есть, туда вот Украина. Молдова были. А в Мимино играл еще и замечательный армянский актер. Фрунзик Мукарчан. Если бы я сейчас вам попробовал по буквам эту фамилию разложить, вы бы ее не повторили. Это блюдо столь же сложно называется. Ты же мужик. Это все честно и порядочно. Вот, тут же бывает из говяжьего сердца и из куриных желудочков. Попробуем, что это такое. То есть, мы перейдем плавно на горяченькое. Я не думал, что из куриных желудочков получается такая вкуснятина. При этом размеры порций. Ммм. Так что, если вы кому-то сказали, ты же мужик, то это значит, что вы точно приезжали сюда. В гостиничный комплекс Алтаней. Прямо напротив. Горнолыжки и попробовали. Это небесное по удовольствию блюдо. Остренькое. И поэтому, я не знаю как, но желудочки просто стоят на язычке. Ммм. Да, в предгоре Кавказа тоже минералочка есть, не только. Как же здесь есть и настоящий армянский коньяк. Но у меня одноклассник, точнее, однокашник, что ли, есть. Увидел бы, не понравилось. Поэтому, ну, не буду лишний раз трогать. Вот. Бывает ли шашлык из овощей? Бывает. Шашлык из баклажанов. Баклажаны, перчики и все остальное. Когда они приправлены травкой непонятного происхождения, сейчас попробую раскусить. По-моему, все-таки это петрушка и немножко кинзы. И это действительно шашлык, который приготовлен на углях. Потому что фрукты впитали аромат дымка. Аппетитные. Я, честно говоря, вот честно говоря, много чай кушал, но шашлык из овощей еще не ел. Сегодня попробовал. Реально стоящее занятие. Если я попутал, то шашлык, конечно, из овощей, но фрукты здесь тоже присутствуют. Точнее, часть фрукта. Потому что долма делается в виноградных листьях. Я не смог все это попробовать, хотя сильно хотел. И долма в специальном соусе. Долмой меня удивить не получится. Я так думал. Сейчас попробуем. Что такое армянская долма. Да не буду я ножиком ее. Слишком аппетитно это будет когда целиком. Кусок. Меняем свое отношение и вместо пельмени делаем долму. Потому что вот зачем это тесто нужно? О, мясо! Это лучшая долма, которую я вообще пробовал. Абсолютно чешно. Испаренный покрылся мой лоб. потому что это вкусно. Во-вторых, цены. Конечно, можно было сюда накидать все виды шашлыка. Все виды шашлыка здесь присутствуют. Здесь настоящий маринованный шашлык. То есть, не просто мясо, которое нарезали, посолили, поперчили и вам запарили. Нет. По крайней мере, то, что сейчас приготовлено вызывает благовеннейший требует. Теперь про цены, естественно. Шашлык здесь, честный шашлык, на 30-40 рублей дешевле, чем в городе. В самых дешевых, банальных шашлычных, которые, ну, рядышком не стоят по антуражу с этого. Представляете? Евро классно и дешево. Вот. То есть, есть смысл потратить, в принципе, 10 литров бензина, чтобы доехать сюда, подышать свежим воздухом, вам покушать. Дельный совет. Так. Это я уже забыл, что, поэтому придется все-таки к меню обратиться. Ну, чтобы понятно было, что все по-взрослому и по-честному. Вот. Полный перечень. Так, так, так. Во, во. Да. Мы сейчас покушаем хашламу из баранины. Если делается и хашлама из говядины, ну, хашлама из говядины для тех, кто любит подешевле и побольше, а для баранины это для тех, кто любит меня потоньше. Но не получается. С такой работой вообще, как бы, говорить про то, что я буду точим, это неправильно. Это хорошо, вот это, вот это очень полезное место, на котором я катаю своего сына. так, естественный под настоящий армянский лаваш. Так, вот сейчас протестирую. Если вот эта косточка оторвется, то значит баранина приготовлена хорошо. Вот она. Видите? Так в ресторанах обычно не питаются. Но чтобы показать, как это вкусно, иногда приходится себя вести, как свинья. Вот теперь я знаю, куда я привезу всех своих друзей. И за границей в том числе. Потому что реально вот так ну вкусно и сытно покушать можно только здесь. Ресторанный комплекс. Какой, нафиг, ресторанный комплекс? Комплекс, вот она, здесь есть и ресторан. армянской кухни. Боехать очень просто. Круговые. И туда чуть-чуть-чуть и справа будет съесть. Пока тут еще, ну, конечно, не асфальт. Но за этим удовольствием сюда съездить стоит. Скоро здесь будет еще и полноценная шоу-программа. Обычно сейчас стартует в пятницу-суботу. Поэтому, думаю, на следующей неделе в пятницу-суботу здесь уже будет народ очень много. Ну, и блюдо не из армянской кухни. Вы что, думали, я семгу пропущу? Нет. А не дождитесь-то. Если это будет семга, с которой я кушал с Владимиром Вольфовичем Жириновским на Первой Петровской Ассамблее, А там семгочка параной была. Это all-inclusive был такой. И мы сначала интервью записали, а потом московскую братью выгнали и семгочку параной. Да. Кусок семги с лимончиком. Камера трясется, потому что нельзя так брать своих родных и близких на съемки. Да. Самое тяжелое мне будет после. То есть, сейчас-то вкусно было, вопросов нет. Но когда я буду все это дело монтировать, рядом, если будет, бутерброд с чем-нибудь. Но после монтажа, ммм, ммм, дабы вспомнить это дело, я не пожалею 10 литров газа и привезу свою семью сюда. Все, язык заплетается. Надо после всего этого дела нож не минералки точно или там на боковую в номера. Ну, кстати, в номера после такого действительно легко. И не стоит напрягать полицию, ставшего родным Башкортостана, потому как в этом чудном местечке Башкирии, да тут же, номера-то эти и есть. Честно, лучше большинства турецких пятерок, да и думаю, российских тоже. Теперь, естественно, в заключении небольшая рекогностировка, то есть ориентир на местности. Если ехать по старой дороге, то снижая скорость перед круговым вы и комплекс Алтынай и ресторан увидите. А затем уже на круговом сворачиваете на покающую грунтовку направо и в горку вверх. И здесь вам гарантированы те самые объедательные впечатления, коими я с вами с удовольствием поделился. с удовольствием. С удовольствием